Россия, они и белорусы празднуют День Единения. Важен ли для вас этот праздник? Конечно. А почему? А потому что я рада, что они к нам вернулись. За них. Я считаю, что все люди едины, и не нужно их объединять под каким-то таким вот официальным, можно сказать, сообществом. Поэтому-то для меня не важен День Единства. Я считаю, что как бы все едины. Важен ли для вас этот праздник? Безусловно, это самый великий праздник нашей страны. Мы очень любим белорусов, и всегда будем с ними дружить. Обалденно. Я прям жду каждый год 2 апреля, чтобы отпраздновать День Единения. Спасибо. Ну как, это по жизни наш общий праздник, испокон веков. Мы один единый народ, так что праздник должен быть тоже единый. У меня есть родственники в Белоруссии, но так как бы кардинально прям не очень. Как 1 апреля. То есть он есть, я знаю, что он есть, а то есть у меня от него ни тепло, ни холодно. Первый раз про него слышу. Очень. Это прям замечательно так, патриотично. Так что будем праздновать. 2 апреля россияне и белорусы празднуют День Единения. Важен ли для вас этот праздник? Все должны объединяться, все люди и те, кто не любит. Много объединяются к народу, конечно. Ну конечно, конечно. Ну конечно, это как праздник семьи в одной. Мы не разделяем себя. Мы как бы все одновет, славянская, плюс к всему общая история, общая культура. Мы одно пространство, одна семья. Что тут скажешь еще? Я очень люблю Белоруссию. Там много раз бывал, знаю. Действительно, по-настоящему люблю. Это для меня как бы родной народ. Если бы мне последние годы довелось бы жить, я бы действительно закончил свои годы там, в Белоруссии. Я открою страшнейший веселый секрет. Дело в том, что я по национальности Белоруссия. А мой троюродный дедушка, это классик белорусской литературы, Нил Гилевич. Мои родители живут в Витебске. Но так случилось, что уже почти всю свою жизнь я живу в Москве, все свои года. Поэтому для меня как бы в Белоруссии, Россия, это одно государство, один народ. Потому что я белорус, и здесь, в Москве.